МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лен, какие планы на сегодня? Пойду туда, где лечат, и заодно поздравлю с важной датой. А ты? А я пойду туда, где болеют, а заодно поздравлю с победой. Кого? Скоро сам узнаю. СМЕХ В сегодняшней программе вы узнаете, что делать, если ваш пожилой родственник нуждается в постороннем уходе, где жителям Пермского края уже много лет помогают справиться с варикозной болезнью, как проходят состязания по рыбе между пермскими спортсменами и сборной России, и почему кинезитерапия стала одним из эффективных методов для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. В октябре в Перми впервые проходит тренировочный сбор юниорской сборной России по рэгби. В течение 10 дней на стадионе «Звезда» спортсмены тренируются в интенсивном режиме, готовясь к будущим чемпионатам. Также в рамках сбора было запланировано два тест-матча между сборной России и пермским рэгби-клубом «Витязь». Мы проводим здесь сейчас множество всероссийских соревнований. В этом году мы провели тур высшей лиги впервые в истории. Приезжали команды со всей страны, 16 регионов. Также мы проводим детские соревнования, и поэтому мы на виду федерации рэгби России. Конечно же, все это получается благодаря поддержке регионального министерства спорта, Центра спортивной подготовки, который дает нам эту прекрасную инфраструктуру и дает возможность играть на центральном стадионе нашего города. Благодаря компании «Еврахим», которая поддерживает развитие рэгби в нашем регионе на протяжении уже многих лет. Тренировочный сбор юниорской сборной России в Перми – хорошая возможность повысить зрительский интерес пермяков к рэгби. На товарищеские матчи сборной и «Витязя» был организован свободный вход, и уже первая игра собрала на стадионе «Звезда» много болельщиков. Очень хорошо, что мы совместили этот сбор именно с игрой, с игрой с пермяками, очень здорово. Рэгби – это спорт настоящих мужчин, а где искать, как не в Перми, конкурентов в этой игре. Я думаю, действительно, вот этот опыт этого матча, он останется. Вот мы и дальше продолжим контактировать, потому что взаимоотношения. Мы очень бы хотели, чтобы в перспективе в числе кандидатов в сборную России по молодежным и юниорским составам были воспитанники пермяков. Я думаю, что все предпосылки для этого есть. Товарищеские тест-матчи проводятся с целью тренировки – тактики, сыгранности, проверки в деле кандидата в команду. Для участников не так важен результат, как качество игры. Конечно, эта игра тяжелая, и мы понимали, на что мы идем, потому что ребята, которые приехали, это настоящие профессионалы, это игроки очень высокого уровня. И я думаю, для каждого спортсмена это определенного рода мечта сыграть со сборной России. Я думаю, для каждого из игроков это вызов, и для каждого из игроков это честь. Помимо тренировок и матчей был запланирован целый ряд мероприятий, направленные на развитие регби в Пермском крае. Редко, да, получается какой-то город провести сборную, даже юниорскую. Поэтому, конечно, мы будем пользоваться этим моментом, и для популяризации регби будем звать наших сборников, наших тренеров, всех наших ребят, которые здесь сейчас находятся, на тренировке проводить мастер-классы. И, скорее всего, я думаю, вот за эти дни большое количество и общеобразовательных школ, и спортивных школ объедем. Сегодня в Федерации регби ведется активная работа популяризации этого вида спорта в нашей стране, во всех ее регионах. У нас есть результаты, которые позволяют уже претендовать на статус базового вида спорта. У нас сейчас практически закрыта вся линейка возрастов, то есть у нас возрастают ребята, которым сейчас 15-16 лет. Также мы сейчас занимаемся развитием студенческого регби активно и ждем ребят с университетов. У них здесь есть возможность реализовать себя, соревноваться, становиться лучше, становиться сильнее. Я уверен, что пермские юниоры еще покажут себя и в скором времени будут побеждать уже в составе юношеской сборной России. В октябре клиника флеболог отмечает свой день рождения. Пусть не круглая дата, но уже внушительная – 9 лет. Применение передовых технологий, новейшее оборудование, высокопрофессиональные врачи и внимание к каждому пациенту – это то, что отличает Пермскую клинику флеболог. Ее основал в 2013 году Владимир Денисов, ведущий специалист в области флебологии, кандидат медицинских наук. Клиника специализируется на оказании широкого спектра услуг в области лечения варикозной болезни. Владимир Евгеньевич, как прошли эти 9 лет? 9 лет, конечно, в жизни Вселенной – это… Но наши 9 лет насыщены достаточно большим количеством событий. Более 30 тысяч пациентов прошло через нашу клинику. Здесь были и простые, и сложные пациенты, и очень сложные пациенты. Но каждому мы старались помочь на все 100%. Более 12 тысяч процедур, лазерных процедур. Врачи клиники – настоящие профессионалы своего дела. Им можно смело доверить свое здоровье. Все врачи являются членами национальной коллегии флебологов, регулярно принимают участие в научных конференциях, проходят обучение на семинарах. И если 9 лет назад мы начинали работать вдвоем, то в настоящее время нас практически 15 человек. 15 человек – это и администраторы, это и врачи, это и медицинские сестры. И у нас сформировался крепкий, слаженный коллектив. Детальная диагностика и современное оборудование в сочетании с опытом врачей позволяют получать наилучший результат. Доктора проводят экспертные консультации и обязательные УЗИ-обследования. Предлагают оптимальные варианты лечения. Современные технологии позволяют быстро и безопасно справиться с варикозными заболеваниями. В клинике применяются все эффективные методы лечения варикоза. Для удаления сосудистых звездочек используются инновационные процедуры КЛАКС – сочетание лазерного воздействия и склеротерапии. Таким образом удается добиться отличного косметического эффекта. На сегодняшний день золотой стандарт лечения варикоза – это эндовенозная лазерная коагуляция. Это безболезненные, малотравматичные процедуры, которые не требуют разрезов, выполняются под местной анестезией, не имеют возрастных ограничений. В тот же день пациент возвращается к обычной жизни. Владимир Евгеньевич, что за фантастический муравей у вас в руках? Да, действительно, с первого взгляда можно подумать, что это муравей, но на самом деле это венозная система человека. Здесь практически все основные вены, которые есть в нашем организме. И где мы его взяли? Мы его взяли в Турции, в Стамбуле. Нынче мы выступали с докладом, и наш доклад был посвящен искусственному интеллекту в диагностике варикозной болезни. С помощью высококлассного оборудования опытные врачи помогают осуществить мечту каждого пациента, возвращают ногам здоровье и красоту на долгие годы. Поздравляю клинику Флеболог с днем рождения и желаю новых профессиональных достижений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова